Начнем от определения понятия бездомных. Существует два подхода к определению этого понятия, чтобы мы просто понимали, о чем мы говорим. Социологический и юридический. Социологический подход заключается в том, что бездомными считаются все, кто живут на улице, а юридический заключается в том, что это те люди, которые в любую статистику попадают как лица бомжа. То есть лица, не имеющие регистрации нигде. Почему? Потому что, когда прописываются какие-то нормы, у нас очень многое привязано к месту жительства. Есть там компонент статистический, есть компонент социологический. Значит, вопрос заключается в чем? Достоверной статистики о численности бездомных, о численности лиц бомж, извините меня за это выражение, не существует. Но есть некоторые статистические данные, которые позволяют нам провести определенные расчеты. Скажем, это данные об однократных фактах. Да, вот есть такой однократный факт – смерть. Ну, как правило, он однократный. Я имею в виду биологическую смерть, когда уже совсем. Значит, когда человек попадает, как правило, в большинстве своем в морг, и потом, значит, этот человек актируется органами ЗАГСа, как умерший. Да, и оформляется, актируется смерть. Значит, такое с человеком бывает один раз, вне зависимости от того, имеет человек прописку или нет. Значит, смотрите, какая штука получается. Когда статистика фиксирует, значит, а на самом деле органы ЗАГС у нас фиксируют смертность вот этой категории, лица бомж. У них есть отдельный статучет. Мы запрашиваем, допустим, в Санкт-Петербурге управление ЗАГС по Санкт-Петербургу, да, и каждый год мы можем получить эту статистику. То есть, мы можем получить данные о том, сколько за, допустим, предыдущие годы или за какие-то предыдущие годы умерло бездомное. Но, как бездомные в статистику попадают только идентифицированные личные, извините, как лица бомж, да, в эту статистику попадают только идентифицированные лица. Вместе с тем, среди наших клиентов довольно много людей, не имеющих документов, людей, которые впоследствии захораниваются, как неизвестные. Статистика ведется ЗАГСами, как неустановленные, смерть неустановленных лиц. Там только по полу мужчина, женщина, там возраст и так далее. Должен заметить, что с этой категорией там немножечко сложнее все. Почему? Потому что практика показывает, что часть лиц, они их устанавливают. Но установление происходит, как правило, в первые полгода после смерти. Почему? Потому что это люди, которых кто-то ищет. Вот кого устанавливают, это люди, которых кто-то ищет. Как правило. Либо люди, которые проходили по каким-то учетам. И через полгода примерно эти цифры корректируются. Значит, если за полгода человек не установлен, то, первое, он ни по каким учетам не проходил. И второе, его никто не ищет. То есть, есть основания на самом деле предполагать, что это, опять же, наш человек. Человек, потому что мы знаем с вами, что вот эта социальная исключенность в виде уличной бездомности, она предполагает, что у человека, как правило, разорванной семейной связи, его, в принципе, никто не ищет по жизни. И таким образом мы можем добыть из государственной, официальной, абсолютно ЗАГСовской статистики, Две цифры – это, значит, мы можем получить число умерших, извините, бомж, и число умерших, неустановленных, неопознанных, которых мы тоже можем с той или иной долей вероятности, да, причислить к бездомным. Значит, надо заметить, что в качестве умерших лиц бомж и неустановленных оказывается не только люди, которые живут на улице, но и люди, которые, не имея регистрации, проживают в снимаемых квартирах у друзей, у родственников, то есть это не уличные бездомные. И мы можем предположить, что смертность среди этих людей примерно соответствует той, которая есть среди населения в целом. Третья цифра, которую мы можем получить из органов госстатистики – это число общее умерших на территории. Что еще мы можем получить из статистики? Мы можем из статистики получить такую простую циферку – численность населения на территории, общая численность населения. И с определенным допуском, с определенной погрешностью мы можем с вами сказать, что численность бездомных, живых я имею в виду, на территории так относится к численности умерших бездомных на территории, как численность населения относится к числу умерших на территории. Элементарная пропорция. Порядок цифр более или менее понятный становится. Это общая численность людей, не имеющих регистрации вообще. Да, нигде, но проживающих на данной территории. Потому что когда они умирают на этой территории, если он прописан где-то в Тверской области, то там будет написано в документах, что он прописан в Тверской области, он не попадет в категорию лесбомжа. На этом наши манипуляции со статистикой заканчиваются. Дальше начинается чистая социология. Почему? Потому что вот как мы определяем, да, у нас вот есть прием граждан, к нам обращаются люди, мы их учитываем. И при первом обращении мы задаем простой немудрящий вопрос человеку, где ты сегодня ночевал? Последнее место ночлега. Он говорит, да, допустим, я ночевал на улице, я ночевал в подвале, я ночевал на вокзале, я ночевал у знакомых, я ночевал, у меня есть, вообще я живу, вот я снимаю, да, там, у меня все нормально в этом плане, да, там, мне там какая-то помощь нужна, там, юридическая или еще какая-то там, или мне справка просто от вас нужна какая-нибудь, вот и так далее. И мы выясняем процент от наших клиентов, который у нас живет на улице, таким образом. Значит, у нас вот по питерским данным получается около 9 процентов, чуть побольше, 9,1. Это те, которые вот четко живут на улице. У нас порядка тысячи человек регистрируются ежегодно, да, и примерно аналогичное количество регистрируется в, извините за выражение, ГПУ. Но второе название тоже неприличное. Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства. Ну, это такое вот название учреждения. И, значит, у них примерно та же самая картина получается. То есть, да, вот эта вот социология, у них примерно та же самая. Что по числу детей, что по численности женщин, что по тому, сколько народу ночует на улице. То есть, если мы вычисляем, что у нас 340 тысяч, скажем так, условно, да, лицбомж, вот за счет этой пропорции, в Петербурге в 2011 году, и смотрим данные за 2011 год, у нас 9,1%, то это получается, что примерно 31 тысяча людей на улице. Вот такая вот раскладка. Извините, московских данных я не знаю. То есть, могу единственное посоветовать, да, методика понятна здесь. Запрашивайте ЗАГС в администрации субъекта Российской Федерации. Получайте вот эти две категории посмертности, да. Данные о численности берете с сайта Госкомстата. Да, еще получаете общее число умерших на территории. Рассчитываете, в принципе, несложно. Да, только надо за один и тот же период брать. Да, то есть, вот берете год, допустим, 11-й, 12-й год. Ну, за 12-й мы... На улице 31, а не имеющих регистрации 340. За 11-й год данные. За 12-й еще не запрашивали. Это не важно, где он умер и живет ли он на улице, да. Важно то, что когда регистрирует свою смерть, устанавливается, что человек не имел регистрации. То есть, юридически, грубо говоря, он лицо бомж. И его есть специальный учет, да. Он попадает и сюда, и в общую численность. И он попадает и сюда. Отдельная графа учета. Ну, так же самое, извините, в общую численность попадают и мужчины, и женщины. Да. А потом можно посчитать отдельно мужчины и женщины. То есть, это обычная такая практика. 9% извините, от лиц бомж, да, живет на улице. Около 10% на самом деле, да, можно так предположить, живет на улице. На самом деле, это нормальная картина распределения в обществе. 10-80-10, классика жанра. 10% элита, 10%, так сказать, более или менее средняя, да, и 10% маргинальный слой. Вот эти 10% маргинальный слой мы видим на улице. Вычисление по умершим, я так понимаю, оно делает такую посылку, что вот это количество бездомных, то, которое вы вычислили по умершим, это некоторое стабильное, стабильное, нет? Нет. Ну, возьмем другую категорию. Для иллюстрации понятно будет, да, дети, например, да? Вот. Дети были в Питере в 50-е годы, дети были в Питере в 60-е годы, в 70-е. Сейчас есть дети, да? Но это не одни и те же люди, да? Но статистика есть, дети, да? Вот то же самое бездомные, да? Сегодня одни бездомные, завтра другие бездомные. Частично, да? Это обновляемая какая-то категория, да? Частично, да? Кто-то умирает, кто-то становится бездомным и так далее. Но когда мы имеем дело вот с этой статистикой, мы не говорим о конкретном человеке, который сегодня бездомный, завтра он реабилитировался или умер. Понимаете? То же самое, когда мы говорим о нашей социологии, когда мы спрашиваем человека, где ты сегодня ночевал. Мы понимаем, что сегодня он ночевал на улице, завтра он, извините меня, встретил старого друга, тот ему сказал, знаешь, Вася, что ты живешь на улице, давай ко мне. Все может быть. Но вот эта совокупность случайностей, как совокупность случайностей, она достаточно стабильна. Нестабильна судьба самого человека, да. Но совокупность случайностей меняется не так быстро. Да? Потому что один ушел из бездомности, другой в ней заместил. Я вам скажу еще одну простую вещь, да. Вот это важно для понимания, это уже не юридический момент, а важно для понимания проблемы. Есть такая штука, называется популяционная теория. И она предполагает, что на определенной территории может прожить определенное число особей. Какого-то вида, например. И это зависит от ряда условий. И больше не может быть. Вот что такое, значит, у леммингов, допустим, вот эта вот массовая миграция, когда они гибнут. Что такое? Происходит, когда переполнение популяции, да, вот начинается вот этот массовый исход с гибелью леммингов. Значит, территория способна прокормить определенное количество людей. Понимаете? И в этом плане картина будет достаточно стабильна. Когда наши власти говорят о том, что, допустим, если мы здесь, допустим, вот, сделаем условия, чтобы бездомные могли реализовать свои права, они поют со всей страны, это не совсем так. Это всегда вот этот вот комплекс. Это всегда комплекс. Есть такая, уже мем такой, английские ученые, да? Ну, на самом деле это были английские ученые. Они провели исследование. Они исследовали популяции насекомоядных птиц. Вот как она, как себя популяция ведет в разных местах. Да, где-то вот гусеницы большие, жирные, да, где-то мелкие, тощие. Но в одном месте больше хищников, а в другом месте, допустим, больше мест, где они могут гнездоваться и так далее, и так далее. И они вот смотрели, как ведет себя популяция. Всегда это определяется не одним условием. Допустим, вот гусеницы большие, жирные, вроде популяция может быть очень хорошая, но мало мест для гнездования, да, и много хищников. И популяция там будет маленькая. То же самое с нашими бездомными. Если мы берем регион с определенными экономическими условиями, определенной, так сказать, структурой социальных отношений и так далее, и так далее, и так далее, то численность бездомных там резко колебаться не может. Чтобы она колебалась в меньшую сторону, должны быть для этого условия. Да, значит, должна быть ресоциализация с одной стороны и профилактика с другой. Потому что проблема бездомности, на самом деле, это такой бассейн, знаете, школьная задача элементарная. Вот есть трубы, по которым втекает, и, скажем так, есть некоторые дырочки, малюсенькие-малюсенькие, по которым что-то иногда вытекает. Да? Вот чтобы в этом бассейне снизился уровень, да, нам надо вот сюда влепить заглушки, а вот здесь эти дыры расширят до невозможности. И желательно сделать их как можно больше. Потому что для одного подходит одна дверка, для другого другая. Игорь Иванович, просто у вас где-то какая-то работа ведется, и в том числе и государственная сторона какая-то работа ведется. И вот вопрос в том, что эффективность этой работности. Эффективность, я вам скажу, близкая к нулю. Значит, и почему, я тоже сейчас объясню, с вашего позволения. Значит, вопрос заключается в том, что у нас, а, отсутствует система профилактики бездомности. Вот профилактика отсутствует как класс, просто, да? И, б, у нас отсутствует система реабилитации бездомных. Тоже как класс. То, что у нас называют профилактикой, это фикция. Мы, говорит, в Москве проводим реабилитацию бездомных. Игорь, как? Мы, говорит, им даем койко-место в общежитии. И рабочее место. Но они нехорошие такие люди. Совсем нехорошие. Это не ценят. Месяц-два максимум срываются, и все дела. Значит, дело в том, что реабилитация – это процесс, имеющий две очень важных составляющих. Две. Это подготовка человека к вхождению в общество в той роли, в которой общество хочет его видеть. И подготовка общества к приему этого человека в себя внутрь. В той роли, в которой она его хочет видеть. Пока эти два процесса не сойдутся в точке наивысшей готовности, эффективности не будет. Что делали эти граждане, начальники, называя это реабилитацией? Они брали человека с улицы. А я вам напомню, что через полгода пребывания на улице, в среднем, у человека начинаются личностные изменения. У нас средний стаж пребывания человека на улице – 7 лет. Глубину личностных изменений можно себе представить. У кого-то они могут стать необратимыми, у кого-то они обратимы. Но это уже вопрос индивидуальный. Но что разрушается у человека, когда он оказывается на улице? Приобретаются повседневные практики, которые необходимы для жизни в том виде, который мы считаем нормальным. И приобретаются те повседневные практики, которые, извините, необходимы для выживания на улице. Есть такой закон общий. Это общий закон, он биологический абсолютно. Что функция отмирает за ненадобностью. И появляется за надобностью. То же самое, как органы и прочее. Вот если у человека пропадает необходимость в 5.30 вставать, чтобы к 7.15 встать к станку, то через какое-то время у него навык вставать до будильнику исчезает. Человек, который несколько лет прожил на улице, они его берут вот такого, какой он есть, да, вот прям с улицы, вот так они его берут, этого человека, и помещают в совершенно другую среду. Говорят, ты должен выполнять вот эту роль. А он, извините, как актер еще не обучен этой роли. Я вам больше того скажу. У нас система социальной помощи в стране вообще, она истребительная для бездомных. Очень советую почитать, такой психоаналитик был, Бруно Беттельхейм, зумяте, Бруно Беттельхейм. Значит, он написал в свое время такую книгу, называется она «Просвещенное сердце» на английском языке. На русском языке она ходит под названием «Люди в концлагере». Дело в том, что, будучи евреем, а он психоаналитик австрийской школы, он сам жил в Австрии, да, и после аншлюса, он оказался в концлагере. Но на тот момент еще не было принято решение об окончательном решении еврейского вопроса. И в 1939 году, значит, те, кто подписал обязательство покинуть пределы рейха, отпустили. Он уехал в Америку, он два года пробыл в концлагерях, уехал в Америку, через 20 лет написал эту книгу. Очень интересная книга, почитайте, очень много параллелей проведете. Значит, вот, и один из сюжетов там посвящен тому, как у нас, точнее, как там в концлагерь привезли чехов, группу чешских заключенных. Когда их привезли, понимаете ситуацию, вот человек попадает в концлагерь, да, что такое, да? Ну, любого вследственного изолятора, например, кинь, да, что такое, вот обычный человек, да? Это страст из ориентации, мощнейший. То есть, что будет, как будет, совершенно непонятно, да, что делать, вот, куда поворачивать голову и так далее, совершенно непонятно. Им говорят, ребята, типа, вы в шоколаде, да, вы чуть ли не арийцы, у вас все будет хорошо. И им, дальше слово «хороший» я использую, да, прибавлять по лагерным меркам, да, к этому, к моему «хороший» прибавлять по лагерным меркам. Им дают хороший барак, хороший паек, хорошую одежду, хороший доступ к безопасной питьевой воде, хорошая возможность соблюдения правил личной гигиены, хорошую охрану, которая на них не смотрит вообще, да, хорошую работу бумажки со стола одной канцелярии перекладят на стол другой канцелярии. Стресс имеет два параметра – сила и продолжительность. Со временем люди привыкают, из силы стресса уходят. И когда они привыкли к этой ситуации, они освоились, да, они стали там жить, ну, в концлагере, в концлагере, ну, вот они вот так живут. Их бросают в лагерный ад. Эксперимент такой, на самом деле это был эксперимент. Где? Плохой барак, плохой паек, не хватает питьевой воды, невозможно соблюдать гигиену, охрана лупцует, орет, зверствует, да, и работа в каменоломни. Они начинают привыкать к этой ситуации. Они вживаются в нее. То есть, если раньше он ходил мимо охранника, как мимо предмета архитектуры или мебели, то теперь он, значит, всегда держит, где охранник, всегда охранник в поле зрения, да, команда выполняется бегом и так далее. Они вживаются. Они привыкли к этой ситуации, они вжились в нее. Говорят, ребята, типа, извините, внутри лагерный лифтинг, опять в хорошие условия, по лагерному мерку. Когда они привыкли там, опять туда и так далее, эта группа умерла быстрее, чем те, кто жил в лагерном аду изначально. Провожу параллель. Представляем себе, что человек попадает на улицу, становится бездомным. Вот его мошенники выкинули из квартиры, да, и он ничего не может делать. Он стоит на улице. Какое состояние он испытывает? Стресс без ориентации. Опять же, да? То же самое. Если он выжил, это вопрос, конечно, да, но если он выжил, когда я слышу, что бездомные – это социальные дезадаптанты, я понимаю, что человек, так сказать, пользуется штампами, но не пользуется головой. Потому что тот бездомный, который мы видим на улице, даже ровющийся в мусорном бачке, прекрасно адаптирован к той ситуации, в которой он существует. Да? Он адаптирован именно к той ситуации, к тем условиям, в которых он существует. И вот этот человек стоит на улице, в этом стрессе, и потом потихонечку как-то начинает шевелиться, соображать, значит, и вдруг он находит там как-то через какое-то время какой-то подвал, где можно переночевать, да? У ларька встречает знакомого, который там работает в ларьке, да, устраивается туда, договаривается, да, принеси, подай, иди в попу, не мешай, значит, какую-то небольшую денежку, да, значит, на работу, и жизнь у него устаканивается, у него появляется определённость, стресс без ориентации уходит, да, появляется какая-то определённость у него. Вот. И вот этот человек за какой-то надобностью приходит в социальную службу. Ему говорят, милая, и где ты живёшь? У панвала, с красюками. Да ты шо? А иди к нам жить. У нас тут вот дом ночного пребывания открылся. Простынка белая, чай горячий с сахаром, да, и хлебушек с маслом. Иди, а мы тебе там поможем справочки там оформить, а то-то-то, сё, пятое-десятое. Иди к нам жить. Живёт он там. Установленные нормативными актами сроки. Да? Вопрос даже не в этом. Он реабилитировался за это время? Я вам так и скажу. Да, в Швеции со сроком бездомности в один год, в среднем, да, процесс реабилитации занимает 18 месяцев. На минуточку. А у нас, значит, ему говорят, извини, Вася, вот срок вышел, да, ты здесь прожил, там вон очередь стоит. Так что иди, если ты через год не устроишься, да, приходи опять, мы тебя посели. И вот этот Вася стоит на улице опять. И что у него? У него опять стресса за ориентацией. Потому что, может быть, не такой сильный, как в первый раз, но тоже ничего не слабо. Потому что подвал, в котором он жил, занят или заколочен. У Ларька, естественно, стоит другой. И ему надо опять осваивать эту жизнь. Поэтому, когда его еще раз пригласят туда же, скорее всего, он не пойдет. А у социальных работников начнется глубокая фрустрация. Потому что мы же так хотели ему помочь, а он, да, мы хотели, мы же с добром к нему идем. Субтитры создавал DimaTorzok